Между тем, Саратове стихия нанесла, если не столь масштабный, то более точечный ущерб. Так, в заводском районе с крыши пятиэтажки сорвало шифер. В результате находящуюся снизу квартиру затапливают дожди. При этом коммунальщики с ремонтом не торопятся. Почему, выясняла наша съемочная группа. Ну сюда ты ведро подставишь, а сюда вот если она по всему этому шву капли, то тут ничего не подставишь. Тряпочки, тряпочки, тряпочки. Желтые разводы на потолке в квартире Татьяны Битяйкиной оставляют дожди. Ее семья купила двушку на последнем пятом этаже всего месяц назад с готовым ремонтом и гладкими потолками. А теперь хозяйке приходится держать поблизости тазы и ведра, протекает даже в детской комнате. Последний крупный водопад с люстры случился на прошлой неделе. Как раз в этот день налетевший ветер вырвал с корня многолетние деревья в центре Саратова. Татьяна подозревает, что именно этот порыв оголил крышу пятиэтажки, сорвал кусок шифера над квартирой Битяйкиных. ТСЖ «Энергия-1» залатать дыру отказывается. Меня, значит, отправили к начальнику, но сказали, что ждите, нет средств на вашем доме. Сказали, если на соседнем доме были средства, они им сделали, а у нас на нашем доме средств нет. Татьяна письменно потребовала у ТСЖ прислать комиссию, зафиксировать следы на потолке, выяснить их происхождение. До сих пор никто не явился. Нашей съемочной группе удалось попасть на чердак дома номер 37 по Новоастраханскому шоссе и обнаружить ту самую дыру. А также сложенные стопкой целые куски шифера. Парочки таких листов явно хватит, чтобы людям не капало на голову. Дыру закрыть обязаны управляющие компании. В любом случае, да. Это мелкий ремонт, это текущий ремонт. За текущий ремонт ежемесячно собираются денежные средства. Они могут отказаться в том случае, когда это капитальный ремонт. И то надо очень хорошо подумать. Если ТСЖ «Энергия-1» останется безучастным, юристы советуют Татьяны Битяйкиной со свидетелями описать ситуацию и смело идти в суд. А заодно и в жилинспекцию пожаловаться. Если вину ТСЖ установят, коммунальщикам грозит немалый штраф.